Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня будем обсуждать проходную ПТ-шку 8 уровня ветки Британии АТ-15. Это машинка, которая медленно, но уверенно будет двигать вас в сторону бабахи. Машинка довольно-таки интересная, но я бы сказал с немножечко скучноватым геймплеем. Скажу почему. Дело в том, что скорость машинки даже на топовом двигателе составляет 20 км в час. Но согласитесь, этого не очень достаточно. Есть хорошее топовое орудие, которое имеет ДПМ на 8 уровне. Кстати, ребят, неполных 4000-3890. Это очень круто. Разброс и время сведения тоже довольно хорошее. Пробитие довольно неплохое и неплохая альфа. Вот все это в совокупности и является плюсами АТ-15. Да, медленная, ребят, но уверенная. Есть броня и довольно неплохо отыгрывает. Броня не имбовая. Понятное дело, что вас будут целить вот в эту кепку. Будут находить здесь зеленые зоны в вас. Но в целом, ребят, на дальнике отыгрывать вообще красота. Да и против тяжа иногда бодаться можно, особенно если вы имеете какую-то поддержку. Борта, корма, картон, ну практически во всем, поэтому не подставляйтесь максимально. И пытайтесь не сильно ромбовать там, допустим, потому что не особо помогает, так как вертикальная наводка хорошая, а горизонтальная, ребят, не совсем. Короче говоря, сейчас закатимся в бой. Посмотрим, что собой машинка представляет. Я эту машинку оставил у себя в ангаре. Я выгоняю ее из ангара, ну крайне редко. Вот прям последний раз, наверное, выгонял из ангара, ну не знаю, наверное, где-то месяцев 7-8 назад. Я уже даже и забыл, как играть на этой машине. Наверное, сейчас это для меня будут прям как первые бои. Итак, зацениваем в первую очередь мы с вами подвижность. 20 км в час, напомню. С места съезжает нормально. И, кстати, ребят, я, по-моему, что-то слегка перепутал. Приношу и свои извинения. Поворот по горизонтали довольно-таки неплохой. Видать, я спутал с другой АТ-шкой. Наверное, спутался Т-8. Короче говоря, по моей памяти орудие поворачивалось как-то поменьше. Но окей, приношу свои извинения. Был неправ. Как я говорил, последний раз я выкатывал данную машинку из ангара. Месяцев, наверное, 8 назад. Приблизительно. Но я, честно говоря, сейчас первый раз взял ее в руки. Не делал никаких пробных боев. И вот в памяти, как было у меня по характеристикам пушки, так я сейчас и сказал вам, стоя в ангаре. Так, кучу своих извинений уже принес. Теперь давайте начинать играть. По сведению, по точности. Ну вот, пожалуйста, вот сведение, вот точность. Мне лично приятно, мне лично нравится. Теперь, что касается подвижности по развороту там и так далее. Никакущая подвижность. Прям совсем. Поэтому, ребят, не вздумайте менять направление своего движения. Вам это сделает только хуже. Откатываемся назад. Встречаем друзей, товарищей, врагов. Главное, чтобы сейчас в корму не начали заходить. Потому что, если в корму пойдут, будет очень неприятно. Так, в корму зашли. Разворачиваться времени особо нет. Кроме как просить о помощи, ничего мне не остается. Буду отбрасывать до последнего. Уничтожили меня, уничтожили с кормы. Но, ребят, обратите внимание, что и верхний бронелист тоже пробили два раза. Я не знаю, честно говоря, голдой или нет. Мне кажется, что нет. Навряд ли голду использовали. Ну а в корму, как я говорил, в затылок бить будут даже особо не цели. Досматриваем бой. Сделаем сейчас обязательно еще одну каточку. Ну и посмотрим на результаты данного боя. Сделаем на руках. 240 единиц нанесенного урона и в нашей результативности команды мы заняли третье место. Сейчас закинемся еще раз в бой, ну и посмотрим, получится ли сделать больше на АТ-15 в рандоме на восьмом уровне. Вообще, ребят, я когда выкатывал ветку бабахи, мне было АТ-шки выкатывать скучно. Вот прям совсем-совсем скучно, не нравилось мне. Но при этом всем я по каким-то соображениям все-таки оставил себе АТ-15 и точно так же оставил себе Тортоисом. Наверное, все-таки в этих машинах, несмотря на скучный геймплей, что-то все-таки есть. И то, что для меня, допустим, есть в этой машине, это 3,5 секунды перезарядки с довольно неплохой Альфой. И очень часто бывают такие ситуации, в которых именно КД и Альфа на данной машине очень многое решают. Стоив с кем-нибудь в какой-то прямой перестрелке, довольно часто получается так, что побеждаешь именно ты. Побеждаешь именно по КД. У кого-то может быть Альфа, допустим, там в 2 раза больше, чем у тебя, но шотит он в 2,5 раза реже. Соответственно, у тебя гораздо больше шансов его выносить. Точность у орудия просто обалденная. То есть ты можешь вот так вот стоять, держать товарища на гусле. Но сейчас на гуслю посадить просто не получилось, брата. Но если посадить его на гуслю, то дать возможность отстреливать противнику в морду вашим союзникам. Ваши союзники только спасибо вам скажут, если вы будете стоять и просто держать вот этого брата на гусли. Короче говоря, мне что-то АТ-шник нравится. Это вот тяжелая такая машина с пушкой от СТ-шки. Наверное, это, наверное, самая подходящая характеристика для данной ПТ. Так, ну я сейчас здесь сам баран подставился. Уж больно меня жадность задавила. Надо было держаться все-таки позади от всех. Уж больно хотел я фалкона поразбирать. Но и, к сожалению, баран, ребят, баран подставил борт. Но опять-таки обратите внимание на верхний бронелист. Он пробит и опять пробит два раза. Поэтому сказать, что машинка прям совсем имбово бронированная, нет, ребят. Имбовой брони у него нет. У него есть только хорошее КД и довольно неплохая альфа. Досматриваем бой. Ну и, соответственно, будем суммировать непосредственно в ангаре. Итак, друзья мои, 1360 нанесенного урона. Но тут смотреть особо нечего. И давайте посмотрим по результативности команды. Мы находимся на третьем месте в команде по урону. Итак, ребят, давайте будем суммировать так. Поскольку это проходная машинка, самое основное, что должно интересовать, я думаю, это то, насколько сложно на данной машине выкатать тортойса. Я вам скажу так. Если у вас есть свободка, но домажьте до тортойса и не сильно мучайтесь на АТ. А если прям вы уже открыли себе вот это вот все, ну тогда катайте. Но, честно говоря, не рассчитывайте на какую-то слишком быструю скорость добиться перехода на девятый левел. Все-таки геймплей, он как бы скучноватый, медленный и, ну, малофановый. Фан появляется только тогда, когда у тебя получается побеждать кого-то по КД. Вот и все. Это единственный фан, который будет АТ-шка вам приносить. А так, АТ-15 абсолютно не фановая машина. Я бы сказал, это вот такая вот медленная, но уверенная пиранья, которая цепляет кого-то, ну и дальше начинает его разгрызать. Главное, чтобы времени не хватило и в борта при этом вас некому было разбирать. Это был максимально честный обзор на АТ-15. Надеюсь, вам не составит труда пройти восьмой левел и перейти на тортойса, идя к заветной бабахе. Ну, если, соответственно, вы ее хотите и она такой для вас является. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира, спокойствия и подписывайтесь на канал по желтому шильдику в правом нижнем углу. Пока-пока.